Продолжение следует... И всё. Вот это я в эфире. Всем здрасте. Мы продолжаем наши разговоры о питончике, о языке программирования питон. Вот. У нас сегодня последняя попытка поговорить про объектную модель в питоне, разговор про которую, как мы помним в чатике, не закончился. Сегодня очередной эксперимент на людях. Я буду на вас экспериментировать, потому что я решил переформатировать сегодняшнюю лекцию. Вот. Вывести в составление шаблону на нормальный уровень разговора. И при этом очевидно, что все темы, которые сейчас присутствуют в плане этой лекции, не влезут в наши два академических часа. Что-то придётся поскипать. Ну, в общем, давайте. Дорогу осилит идущий. Давайте сначала начнём, а потом посмотрим. Сегодня две-три темы, значит, планируются, но самая главная тема на сегодня – это мета-класс. Прежде чем приниматься за мета-классы, давайте подумаем над тем, о чем нас вообще не устраивает классовая модель в питоне. В общем, про всякие слоты мы пока умолчим. Это вообще отдельная тема. Есть подозрение, что они станут не очень нужны в силу оптимизации нынешнего последнего питончика. Ну, предпоследнего, три-одиннадцатого. Вот. Для этой цели обратимся к такому ПЕПу. Напоминаю, что ПЕП – это Python Enhancement Proposal, то есть некое предложение от сообщества, в данном случае от Мартина Тихмана. Вот. На предмет того, чтобы такое еще сделать в питончике, обратите внимание, предложение это от пятнадцатого еще года, и было зафиксировано в июле шестнадцатого уже как принятое. Вот. Приложение от пятнадцатого года, которое говорит следующее. «А давайте мы, знаете, что введем? Давайте мы введем специальный метод, который будет называться «Инит-субкласс», который будет вызываться всякий раз, когда мы наследуемся от нашего класса. Вот чего мы до сих пор не могли проделать в объектной модели – это как-то программно обрабатывать ситуацию, в которой мы дергаем, порождаем из нашего класса наследника. Когда мы порождаем из нашего класса наследник, все работает помимо нас. Давайте сделаем хотя бы один метод, он будет называться «Инит-субкласс», и этот метод будет вызываться всякий раз, когда мы что-нибудь наследуем от нашего класса. Кстати сказать, в этот момент можно воспользоваться одной фичей, которая, по всей видимости, была в питоне, но мы не знали, как ее применить на практике. А именно, когда мы описываем наследование, внезапно можно, помимо списка родительских классов, внезапно при описании класса можно передавать прямо какие-то параметры именные. Прямо вот так. И этот именной параметр будет приезжать в соответствующие методы нашего класса. Мы о них еще поговорим сегодня, когда будем говорить про метакласс. Но сейчас безо всяких метаклассов. В частности, он будет приезжать вот сюда, вот в «Инит-субкласс». И этот метод будет вызываться ровно в тот момент, когда мы будем наследоваться от нашего класса QSB. Более того, мы обязаны притаскивать ему вот этот параметр. Как видите, он позиционный, не является именным в данном случае в интерпретации вот этой. Он обязан существовать, просто у него есть значение по умолчанию. Вот. И вот это значение по умолчанию. Давайте сами что-нибудь такое же придумаем. Да, этот ПЕП принят. То есть такой метод есть. Вот он. А есть непринятые ПЕПы? Да, конечно. То есть там ПЕП 16, например, или ОК? Да, 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 конечно. Там идет долгое обсуждение. Ну, хороший пример непринятых ПЕПов – это предложение сделать в Питоне цикл вида репетантилу, который условия в конце. Примерно раз в Т2-3 года приезжает очередное дарование, которое говорит, все, сделаем цикл с постусловием в Питоне. И приходит кто-нибудь типа Гвида, раньше это был Гвида, когда он был БДФЛ, добровольный пожизненный диктатор, но он перестал им быть. А теперь приходит кто-нибудь еще из Титанов и говорит, чуваки, ну вы попробуйте придумать цикл с постусловием с учетом того, что у нас форматирование отступами. Но то, что вы предлагаете, нарушает, приходится сдвигать назад что-то. Это будет невозможно прочесть. И каждый раз ПЕПы отклоняют. Их несколько штук таких. Довольно много отклоненных ПЕПов, конечно. Ну вот, возвращаемся к нашему. Давайте сами попытаемся воспользоваться. Давайте мы что сделаем? Давайте мы какой-нибудь класс сделаем, у которого будет, помимо его внутреннего имени, строка с названием. Почему бы нет? Вот, прям вот берем и делаем унит-сап-класс, у которого... Там не self, там cls. У которого это класс-метод. Вот, кстати, это интересная фича. Так уж повелось в питоне объектной модели, что некоторые методы являются класс-методами, и это не нужно отмечать декоратором класс-метод. Просто вот где-то там в недрах реализации сразу сказано, это класс-метод, сюда мы вместо экземпляра класса передадим класс. Это выбешивает, потому что это нарушает цельность представления. Вы должны по внешнему, по названию метода внезапно определить, является он класс-методом или нет. Но таких немного, и придется с этим жить. Видимо, когда-то давно это решение было принято, и менять обратно никто не собирался. Ну вот, значит, вот у нас пускай будет по умолчанию позиционный параметр title, ну а остальные как были. Вот. Что мы сделаем? Мы, соответственно, заведем поле. Вот. Вызовем соответствующий метод из супера, потому что нужно вызвать соответствующий метод из супера. У этого супера, разумеется, не будет параметра title, поэтому мы его просто удалим. Да? Ну давайте еще ради прикола тут стр определим какой-нибудь, чтобы было видно, чтобы было видно, что это наш класс. self-return, значит, self.title, маленькая буква, маленькая буква, да? Ну и дальше супер, стр, вот так. Да? Как-то так. Что я сделал неправильно? Скобочку не закрыл. Вот. Значит, что сейчас будет происходить? При попытке наследоваться от этого класса, во-первых, надо передавать позиционный параметр, обязательный, у него нет дефолтного значения, то есть если мы напишем вот так вот, давайте мы напишем, да, значит, давайте мы напишем что-то типа title равняется. Вот. Что тебе не нравится? А, нет, тут на месте. Сейчас, сап-класс, давайте подгляжу в шпаргалку. It's the last title ars quarks. Что я сделал неправильно? А, вот, конечно. Это же супер. Суперу не нужно передавать первый параметр. О, смотрите. О, так, я забыл бы, букву F сказать. Нет, я забыл здесь, я, кстати, когда дома готовился к лекции, сделал абсолютно то же самое. Забыл сделать вот это. Ну вот, теперь должно заработать. Во. Нет, не во, а во. Да. Значит, что сейчас произошло? При инстанциировании класса title, при наследовании от класса title вызвался метод init subclass, который сожрал вот этот параметр, передал его, засунул его в специальное поле title. В общем, мы теперь можем сделать некоторый кастомизированный класс, у которого в момент изготовления наследника происходит что-то. Более того, это что-то можно снабжать параметрами, вот так, как мы это сделали вот здесь. Вот. Это первая штука, для которой раньше использовали мета-класс, а сейчас не нужно. Значит, еще одна интересная фишка, это сетнейм, метод сетнейм, который будет делать следующее. Он будет запоминать где-то имя поля класса. Вот, помните, есть такая штука, дескриптор. Да? Простейший дескриптор был у нас на позапрошлой лекции. Вот это гетер, это сетер. Обратите внимание, что дескриптор в том виде, в котором, кстати, на лекции тоже был, он хранит, ну, давайте, класс С, диск, нет, не так, поле F равняется диск, да? Вот так. C точка F равняется 123, да? C точка F. Вот. Это гетер, это сетер, все хорошо, вот, всем, всем, всем все хорошо. Единственное, что, обратите внимание на то, что хранится-то это все в поле подчеркивания X, то есть на самом деле, на самом деле у нас пространство имен загажено вот этим подчеркиванием X. Ну, то есть, когда мы определяем вот этот дескриптор, мы не имеем в виду, что у нас в пространстве имен нашего объекта появится что-то, оно там появляется. Что еще менее приятно, я совершенно не уверен, что вот такой способ описания дескриптора вообще заработает, если этих дескрипторов два. Мне кажется, что они будут использовать один и тот же подчеркивание X. Ну, рели, давайте попробуем. Я это не успел попробовать дома, но мне кажется, что я прав. Что на самом деле вообще неправильный способ реализации дескриптора, потому что один и тот же дескор хранит вот это значение в поле с одним и тем же именем. нехорошо. Напоминаю, что при этом никакого поля F в дикте локальном объекта C нету, потому что это дескриптор, дескриптор является полем класса, мы видим, что у этого поля класса есть гейтер-сетер, ходим к классу, нету поля F, даже если мы скажем C равняется, C, C точка F равняется раза 3, 4. Отсюда возникает интересная идея. А почему бы нам не хранить значение дескриптора, в данном случае F, в поле экземпляра под названием F, вот здесь, в дикте. То есть у нас есть дескриптор, он работает как дескриптор, как гейтер-сетер, но за реальным значением он будет ходить не куда-то там, вот в каком-то подчерканке, x страшному и, как мы видим, небезопасному, а прямо к полю F, который будет храниться в дикте, до которого мы другим способом, иначе как, сходя к дикту, достучаться не можем, потому что дескриптор. Давайте попробуем это сделать. Но для этого нам придется что сделать? Для этого нам придется вот в этот момент, когда мы описываем дескриптор, вот здесь вот, внезапно узнать, а как называлось это поле? Нам нужно знать вот это имя F. ну вот, мы это сделать можем, находясь внутри описания класса, поэтому вот эта функция setName, она, собственно, и будет выглядеть вот так. мы, давайте, значит, предположим, значит, класс, сейчас, класс дескор, вот, значит, не так будем, а сейчас скажу, как, мы сходим к дикту, к этому, нашего объекта, и вынем оттуда что-то по имени, которое мы запишем, ну, скажем, self.name, да, здесь такая же история, obj.dict.self self.name равняется val, вот, единственное, что мы должны сделать, это как-то заполнить это self.name в момент создания нашего дескриптора, и это мы не можем сделать без вот этого дополнительной функции, сейчас мы ее сделаем, значит, она так и называется set.name set.name дальше что там self.owner.name self.obj.name вот, и, собственно, obj.name равняется name вот, если я не ошибся при наборе, такой дескриптор будет хранить свое значение, вот это значение в словаре экземпляра класса с тем же самым именем, с именем, совпадающим с именем дескриптора, то есть мы как бы оба механизма задействуем, и дикт, и дескриптор. Давайте пробовать. заодно проверим, как оно работает. sell вместо давайте, да, спасибо, что увидели, где? А в гете, ага, sell. sell, это, конечно, да. дубль 2. Что-то я еще не так сделал. Ага, правильно, спасибо, это правда. мы же должны знать. Сейчас, секунду. Вот здесь self-name, конечно. Что я туплю? Это же не имя, это имя, сам, сам наш дескриптор запоминает свое собственное имя, которое бы приехало, когда его объявляли в классе. Конечно. Спасибо большое. Ну что, дубль 3. Дубль 3. Дубль 3. Дубль 3. Дубль 3. Да что ж такое-то? Проснись и пой. Вот. Во-первых, оно работает. Во-вторых, смотрите. О! Вот это наш дескриптор F. А вот это наши Поляев уже. Такое вот красивое решение. То есть вот тут хранятся реальные значения, но достукаться мы до них не можем, потому что мы дергаем гетеры и сетеры, ибо наш модуль является дескриптором. Если вы мне не верите, давайте сейчас сделаем что-то какую-нибудь извращеницу мелкая, например, if type what val is not int raise вот. Вот теперь хорошо видно, что у нас работает все тот же механизм дескриптора. А вот место для хранения мы используем прямо оттуда, под капотом, в скрытом месте, то есть в дикте, до которого мы достучаться вследствие сетеров не можем. Ну вот, вот значит два таких инструмента. Если почитать сам Пепп... а если без сетнейм, то как мы узнаем, что наш дескриптор назывался F? Я понимаю, да, но разве дескриптор не общий на все? То есть внутренне остается дескриптор не общий на все? Общее. А как мы узнаем, какой это был элемент? Значит, знаете, что мы можем сделать? Мы можем вместо нейм использовать всякую странную штуку типа ID от объекта и хранить это в одном большом словаре. Ну это ну такое. Вот. А тут, видите, мы воспользовались тем, что вот мы точно знаем, какую букву не будут сыскать в словаре. Буква F, совпадающая с именем дескриптора. И там не будут искать, потому что это дескриптор. Ну вот. Но это, конечно, все частные случаи. Извините, а если это было бы обычное поле F, это была бы какая-то ошибка. Ну смотрите, а что значит обычное поле F? Если бы у класса было бы поле F, например. Нет, а в чем проблема? Вот вы не дозадали вопрос. Вот есть класс, в нем есть обычное поле F, с ним можно работать, оно вот не дергает дескриптор. И? А когда он называется C, F, это дескриптор не дергается, потому что это поле не является дескриптором. Это же свойство дескриптора, set name. Это свойство, смотрите, это очень просто. Это свойство класса. Вот мы в первом примере смотрели, как класс может, например, хранить или что-то делать, распознавать какие-то параметры, когда от него наследуется, точнее наследуемый класс. А здесь мы говорим, что класс может воспринимать какие-то параметры, когда его используют, когда его инстенцируют. В этот момент он может узнать, под каким именем его туда клали. Но это все не общий вариант. Общий вариант все-таки это метаклассы. Классик Питона Тим Петерс говорит, что метаклассы это такая штука, о которой 99% пользователей не должны волноваться. Если вы хотите знать, нужны вам метаклассы или не нужны, если вы хотите знать, нужны ли вам метаклассы, значит, они вам не нужны. Но мы с вами интересуемся языком программирования, поэтому нам метаклассы нужны. Более того, как мы сейчас увидим, это довольно универсальный инструмент тонких извращений, часто удобно. Сразу куча ссылок, по которым мы ходить не будем, это статьи про метаклассы, такие-сякие, пятые-десятые. Сразу пара ссылок на модули в Питоне, которые отчаянно используют метаклассы, в первую в первую очередь ЕНУМ. ЕНУМ вообще очень интересный модуль, в смысле почитать его, потому что в нем очень много питоновской магии, такой белой, очень много питоновской белой магии, а сами ЕНУМы сейчас активно очень используются в промышленной разработке на Питоне по своему назначению как удобное хранилище перечислимых данных. Ну и наше АБЦ, о котором мы с вами не говорили, о котором мы говорили в магнитерской части, в топ-главах, это тоже активно использует метакласс. Сначала немножко теоретического бла-бла. Что вообще такое метакласс? Ну смотрите, у нас же в Питоне вообще любой объект, все объекты это просто объекты. У каждого объекта есть изготовитель этого объекта, не буду говорить конструктор, чтобы не бодрить вам мозги, изготовитель этого объекта, который называется его классом. Вот объект это экземпляр класса. Окей, а класс это что? Класс это, наверное, такой объект, ну скажем int или скажем c. А какой у него тип? Кто его изготовил? Ну давайте посмотрим, кто изготовил c. Это экземпляр класса type. Int, кстати, наверное, тоже. они вообще все экземпляры класса type. Я вам даже больше того скажу. Мы привыкли думать, что type это такая функция. Ничего подобного. Type это такой класс. И знаете, какого он типа? Догадайтесь с одного раза. Type. Все, дурная бесконечность закончилась. У нас есть изготовитель классов, то бишь мета-класс, и он называется type. Я еще больше того скажу. Мы type можем воспользоваться так. Имя класса c. Наследник, наследник, в смысле, родителей у него нету. А namespace у него выглядит так. a равняется 1, b равняется, допустим, 2. И знаете, что такое c? Это класс. Мы его изготовили только что с помощью мета-класса type. Он называется c. Вот эта вот штука и вот эта штука это одно и то же. У него нету мро, потому что вот оно мро, которое мы ему описали. У него есть поля. Вот вам конструктор классов, изготовитель классов, он же мета-класс. Осталось только что сделать? Осталось только унаследоваться от type, проделать с наследником от type всякие магические штуки и потом создавать классы не с помощью type, а с помощью вот этого нами придуманного наследника. Сейчас давайте это сделаем. Для начала давайте мы просто напишем что-нибудь типа может конечно это вот совпадает там есть привнесенные туда спецметоды а и б фактически вот этот дикт за исключением тех спецметодов которые должны присутствовать в классе все как у людей собственно это и есть конструктор имя родители поля ну смысле пространства имен все вот так оно есть да естественно мы можем создать класс из тут вот сюда засандалить прямо метод почему нет метод не знаю дед дед рамбда рамбда бда я сказал селф селф а селф б только кажется надо слев я не знаю нужны ли скобочки сейчас мы это узнаем нужны смотрите бога что угодно здесь просто словарь тот самый дикт вот без без спец методов вот значит так вот давайте мы что сделаем давайте мы возьмем и просто класс от type унаследуемся от этого самого type да мы же можем так сделать и что сделаем ну просто перебьем у него и нет вот давайте посмотрим какие там параметры уенита уенита параметры три имя родители и namespace да очень хорошо селф имя родители ну мро короче и namespace отлично что мы можем сделать давайте просто напишем что-нибудь типа init и вызовем супер давайте аккуратненько да 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 name pants and space вот и теперь давайте попробуем изготовить класс не с помощью type а с помощью этого type где у нас там было c равно вот вот type упс в тот момент когда мы вызвали изготовление класса вызвался метод и нет этот метод и нет нам напечатал в эту прекрасную строку но все остальное все как был ну так вот вы можете это сделать вот таким извращенным способом сегодня мы еще увидим почему этот способ не годится а можете написать более понятно все собственно вся идея метаклассов состоит именно в том чтобы изменить процесс изготовления самого класса вот в отличие от тех классов которые мы имеем дело обычных где могут быть совершенно произвольные методы процесс изготовления самого класса он уже как-то устроен в питоне поэтому спецметоды которые этим заведуют вот и нет как видите совершенно обычный он совпадает вот у него есть вот эти три параметра как так те же самые что у у type вот а другие спецметоды которые которые значит мы можем себе позволить поменять перебить при изготовлении метакласса другие спецметоды они значит более развесистые давайте мы для экономии времени вот этот кусочек кода скопипастим вот скопипастим но я потом про все расскажу что тут написано вот значит вот основные методы которые мы можем перебить при изготовлении класса их четыре это init который мы уже видели у него значит три параметра и еще необязательные параметры те самые дополнительные помните мы когда пользовались этим самым init сапклассом мы передавали туда дополнительные параметры вот это они вот и это call что такое call ну call это штука которая есть у callable у нас класс вызывается когда мы говорим c скобочка да вот вот мы говорим c и дальше скобочки вот когда мы сказали скобочки вызывается метод call от класса c вот это он самый есть вот метод new и метод prepare значит метод new new кстати слово static метод можно не писать опять мы встречаемся с ситуацией когда тип конкретного метода зависит от его имени вот эту вот штуку можно не писать вообще неудобно я говорю уже об этом но видимо как-то когда-то давно приняли решение что такое что так можно делать вот метод new это штука которая изготавливает экземпляр класса не та которая его заполняет как init а которая его изготавливает вот не было экземпляра класса она его изготовила как это обычно делается ну обычно мы ходим к суперу то бишь к тайпу к обычному и говорим изготовь мне экземпляр класса а потом что-нибудь с ним делаем заполняем его что-то в нем модифицируем в конце концов выводим диагностическое сообщение как здесь метод new мы с вами с методом new косвенно имели дело и в домашке и еще где-то некоторые классы в питоне устроены так что при их инстанцировании поля заполняются не в момент вызова и нит а именно с помощью метода new и наконец метод prepare который вызывается для того чтобы создать namespace этого самого класса давайте посмотрим что ему передается смотрите на параметры которые передаются поскольку preps с точки зрения с точки зрения вот этого это класс метод ему передается мета класс в качестве параметра имя basis родители то бишь и дополнительные параметры вот здесь значит ну короче вот давайте просто попробуем с этим всем безобразием взлететь и просто посмотрим в каких случаях какой метод вызывается да вот мы берем а давайте мы еще узнать что сделаем ради простоты конечно какой-нибудь принт перебил чтобы нам вот 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 это вот да ладно пускай будет так значит ну что давайте что сделаем давайте сделаем класс c мета класс равняется c-type вот какие методы вызвались в момент изготовления класса c по мета классу c-type в первую очередь вызвался метод припэ который создал namespace пустой а там кстати давайте мы еще параметрам передадим какой-нибудь ради интереса произвольный параметер как видите название может быть какое угодно ку-ку о получилось интереснее итак метод припэ вызвался с значит у него нет родителей у нашего класса других нет родителей могли бы написать но их нет и произвольный параметр приехал метод припэ мы его как-то обработали ну как обработали вывели могли что-нибудь еще с этим сделать дальше после того как мы создали namespace с этим самым параметером нам нужно создать экземпляр вот он мы вызываем метод нью нью напоминаю создает экземпляр класса вот он его создает из чего он его создает получая в качестве параметра мета класс дальше имя дальше список родителей дальше namespace какой-то и дальше вот этот наш дополнительный параметр который все еще болтается как пятая нога у собаки там пятым параметром но мы его так и не использовали за это время но по крайней мере он есть мы видим что он существует окей мы создали экземпляр теперь этот экземпляр надо заполнить и нитом вызывается и нит мы уже знаем как он вызывается все честно точно так же этот параметр тут болтается опять-таки непонятно зачем он нужен вот раньше было понятно зачем он нужен а здесь он как-то мы его не применили ну вот фактически это все что можно использовать при работе с классами дальше когда мы будем делать вот так вот уже почти ничего не произойдет за исключением того что мы поставили круглые скобочки после объекта с классом и это значит вызвали его метод кол а этот метод кол мы тоже перебили вот он вот он напечатал как мы его вызвали могли вызвать и не так ну то есть там сами же написали да почему потому что сюда не надо было передавать конечно ну вот то есть фактически мы засунули под капот инструмента который создает классы четыре места которые в разное время позволяют нам модифицировать получившуюся логику того класса который мы в конце концов создадим классы c вот это и называется мета-классы вот если вы ощущаете себя как тот самый человек по рекомендации Тима Петерса которому не нужно использовать мета-классы я вас понимаю но домашнее задание по ним будет вот значит а вот и что а что за проект N-Space 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 просто я его по-другому назвал значит это вы смотрите в лекцию здесь кажется было не N-Space а нет N-Space тоже N-Space N-Space надо будет переназвать чтобы было видно вот значит место это такое тонкое мы уже видели несколько раз ситуацию при которых методы внезапно становились то статическими то класс-методами без объявления войны а еще метод припе это метод класса и поэтому он не вызывается если вы непосредственно дернете этот самый C-type вот если вы напишете не класс-C мета-класс-type а вот так вот сейчас скажу вот C равняется равняется C-type вот ну название скажем C родителей нету namespace namespace тоже пустой параметр какой угодно куку равняется куку 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 вот обратите внимание что в отличие от описания с классом prepare не вызвался остальное вызвалось а prepare не вызвался какие-то тонкости с которым уже вот просто имейте ввиду что одно оказывается неэквивалентно другому ну вот еще раз ага ну никакого сап-класса как такового я здесь не вижу же там нету наследования где здесь вы видели наследование нет почему это та же самая история которую мы видели в начале лекции это использование чего-то похожего на именные параметры при при описании класса просто конкретно слово метакласс при описании класса оно играет определенную роль оно приводит к тому что мы заводим заводим наш объект не с помощью класса type а с помощью вот этого метакласса значит я просто вы используете слово сап-класс я не понимаю к чему его здесь применить а и нет сап-класс нет 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 и нет сап-класс происходит тогда когда мы делаем когда мы когда мы реально на наследование делаем и ничего здесь здесь список родителей вот вот здесь вот почти наверняка дернулся иник сап-класс когда мы сделали вот здесь вот здесь вот дернулся иник сап-класс Почему? Потому что ему наследовались ситайп от тайпа. Только у него его нету. У тайпа нет и нет саб-класса. Поэтому ничего не произошло. Ну вот, такая вот штука. На самом деле абсолютно ничего военного в ней нету. Просто действительно, как говорит Тим Петерс, она немножко такая для тех, кто хочет заняться таким хардкорным конструированием из языка чего-то. Для разработки, как правило, это не очень нужно. Значит, давайте мы определим класс. Нет, класс. От которого нельзя наследоваться. Кстати, это можно сделать с помощью setup-саб-класс, но хрен с ним. И не саб-класса, но хрен с ним. Давайте мы это сделаем с помощью мета-класса. Класс, от которого нельзя наследоваться. Что мы должны сделать при этом? Мы должны перебить метод new. Метод new, который должен нам изготавливать экземпляр нашего класса, ну вот наш класс, и в нем проверять, а в мро у нас нету ли таких классов, от которых нельзя наследоваться. Хорошо. Значит, div new. Какие там у него параметры у new? Мета-класс, name, parents, namespace. Да? Мы должны пройти по мро, точнее по parents, и проверить. Значит, for cls in parents, if is subclass cls final, no race type error, там type error был в примере, или каком-нибудь класс error, type error. Ну вот, да, значит. И в примере из instance или subclass есть, правильно? Есть, конечно. Есть, конечно. Это у меня тоже, я тоже не очень хорошо. Из instance. Класс является... Final, это же мета-класс. Если наш класс является... Если наш класс изготовлен final, вот. Да, вы правы. cls final. Ну, race. Race type error. Ну, оставим. Кажется, и все. И теперь return super new это было слово new от тех же параметров. Давайте проверим, правильно ли я написал, но кажется, правильно. Вот. И кажется, все. Нам больше ничего не нужно. Вот. Опс. Это наш type error вылез. Еще один пример. Это так называемый singleton. Singleton – это такой класс, у которого существует всего один экземпляр. И каждый раз, когда вы изготавливаете новый, это все равно тот же самый экземпляр. Бакс. Что мы должны сделать? Ну, мы должны просто этот экземпляр где-то хранить, да? Вот этот экземпляр. Пока он будет пустой. Вот. Какой метод мы должны перебить? На метод мы должны перебить call. Уже когда мы вызываем, изготавливаем наш новый экземпляр, мы должны вернуть обратно тот же самый старый, если он есть. А если нет, все-таки изготовить. Там, наверное, можно какой-нибудь quarks и args тоже. Только не self, потому что call – это, естественно, класс. Вот. Так, ну и чего? Значит, if cls instance is not known return is known cls.instance равняется супер call вся вот эта вот ерунда, да? Все просто. Да. Вот. Ну и возвращаем его. Вот. Смотрите. Класс c сингл. Что? Что я сделал не так? А, я молодец. Я его унаследовал, а на самом деле он это метакласс. Я тупой. Вот. Вот. Вот, естественно. Я же собираюсь создать с помощью сингла этот класс c. Вот. Ну вот. Упс. Один и тот же экземпляр. Такие дела. В общем, дальше мы не двигаемся. Сразу скажу, что из этого еще растет всякий модуль types, который позволяет всевозможные, конструировать всевозможные типы, в том числе и внутренние, и там, функцию, ну, короче, внутренние питонии, да, которые невозможно конструировать снаружи, внешним образом. Вот. Но это уже, это уже мы не можем сегодня посмотреть, потому что у нас и без того времени мало. Можно задать немного пустой вопрос? А зачем нам при... Скажем так, мы же, в принципе, можем написать, например, декоратор, который у нас, в принципе, перебитывает в YouTube, и мы и так же реализуемся в 7 утонах. Ну, нет, перебить спецметод нельзя, прямо скажем, просто нельзя. Если вы читали, соответственно, кусочек за первую лекцию, посвященную объектной модели, перебить можно... Ну, мы не перебьем, мы создадим новый класс, который мы у нас первые... А, ну, да, 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 да. Зачем использовать метаклассы? Смотри выше, незачем. Значит, у метаклассов есть один, два важных, два важных момента. Они связаны с тем, что когда вы смотрите получившийся класс, вот этот С, он абсолютно чистый. Бро, у него никакого дерево наследований, ничего такого, что его бы, никаких сведений о том, как именно мы извращали процедуру создания этого класса С, вовсе нету. Его нам породил метакласс со своей логикой, но мы уперлись как бы в донышко. в любом другом случае классы, которые мы манкипатчили, что-то с ними делали или модифицировали путем дерево наследования, они бы имели гораздо более развесистую структуру. Поэтому чаще всего метаклассы нужны именно для того, чтобы отрезать от пользователя вот ту кухню, с помощью которой эти классы были созданы. Вот как это делается как раз в том самом инум. А для остального они в общем не нужны. Ответ в общей форме бета-класса не нужны. Где? Мро. Дерево наследования. А его нет. Все, с помощью чего был создан класс С, уже случилось к тому моменту, когда мы его создали. Перебить-то мы все можем. Но тут еще понимаете, какая идея? Monkey Patch вообще такая штука фрагаева. Вот у нас приезжает объект, мы какую-то структуру от него ожидаем. И поэтому мы в этой структуре роемся. А если вы делаете метакласс, вы сами его руками создаете, этот объект. То есть там нет чего-то, про что мы не знаем, как оно устроено, в кишках чего мы потом делаем изменения. Наоборот, мы создаем этот объект прямо вот как настоящий хозяин. Можно еще вопрос, наверное, что нам происходит, когда мы пишем класс С, метакласс, а мы, например, сетайп. У нас какой метод дергается? То есть у нас нету кипрея, то есть... Никакой не метод дергается, да? Когда мы говорим метакласс равняется сетайп, мы начинаем ходить к вот этим вот четырем методам, которые участвуют в изготовлении класса, а может быть еще к каким-то, которые я здесь не упомянул, взятых из класса Сетайп, а не из класса Тайп. Да, это такое ключевое слово, именно так. То есть это параметр создания класса, но параметр, имеющий семантическое значение именно в питоне. Параметр по имени параметер не имеет такого значения, а параметр по имени метакласс имеет такое значение. Вот и все. Именно так. Так что вопрос совсем не глупый. Так, все, давайте, значит, мы вернемся к теме, которую я решил вставить сегодняшнюю лекцию. она называется сопоставление шаблона, мы уже с ним встречались с сопоставлением шаблона. И это такая синтаксическая конструкция в питоне, которая люто, бешено рекомендую к использованию, потому что она делает код читаемым, простым, какие-то цепочки странных ифов, превращает в очень красивый, абсолютно неструктурный в смысле дейкстрый код, потому что у вас есть много разных, ну это такой свитч, но на очень тяжелых стероидах, если можно так сказать. Вот. Значит, что такое, как мы помним, что такое матчкейс? Матчкейс это конструкция, которая заменяет нам цепочку елифов. Иф, а, тото, элиф, а, вон, тото, элиф, а, вон, сёто, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, самый простой способ использовать матчкейс, это просто заменять им что-нибудь типа такого, значит, вот у нас есть, ну, я взял пример из тюториала, ну, потом, в общем, посмотрим на него. У нас есть, например, матч S.Splint и дальше пишем кейс, 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 help, print, help, кейс, help, me, вот, да, то есть, пока это выглядит как просто, ну, вот у нас, введен, вот у нас объект, а вот его варианты его значений, да, давайте еще сделаем catch all, кейс, все остальное, print, вот, обратите внимание на специальное имя, подчеркивание, которое время от времени появляется в питоне, это такое имя, которое потом очищается, например, как видите, сюда не записалась строка, записалась какое-то предыдущее значение, короче, подчеркни, используется для того, чтобы туда записывалось то, чего нам не нужно, это как бы дефолт такой, кстати сказать, это именно дефолт, сейчас я расскажу, почему, вот, пока вроде все понятно, тут начинаются интересные подробности, в операторе кейс могут присутствовать связанные переменные, так называемые, можно написать вот так, кейс help command print f что сейчас произойдет, у нас приехал объект, который по вот этому шаблону должен состоять из строки help и еще чего-то, и если это так, то у нас выведется команда выведется вот эта штука, при этом вот это еще чего-то, это просто такой объект, который будет назван словом command. И вот здесь мы внезапно понимаем, что синтаксис вот этой строки не равен синтаксу питона от слова вообще. В этом месте значит надо три раза вдохнуть, три раза выдохнуть, желательно чередуя эти операции, потому что в три забыл шестом, нет, позже, десятом, девятом, три девятом, или в тридесятом питоне поменяли парсер с классического LR1 на PEG, а в парсере PEG вы можете совершенно свободно менять контекст, внутри которого будут по-другому интерпретироваться одни и те же лексем. Поэтому внутри оператора CASE вот такая конструкция означает вообще никакой не список из двух элементов, а такое указание сопоставлятелю шаблонов, что на входе будет объект типа список, первый элемент которого должен быть строчкой HELP, а второй элемент которого надо сохранить под именем COMMAND. Связанные перемены. Те, кто думает, что у питона понятный синтаксис, вернее простой, в этом месте начинают страдать. Все остальные начинают наслаждаться потихонечку, потому что вы понимаете, что можно сюда насовать. Можно разобрать практически любой объект. Сейчас мы этим займемся. Это кичол и связанные переменные. связанные переменные. Видите, в примере можно этот COMMAND дальше тоже заматчить. Он же разный бывает. Туда же попадает все, что угодно. Смотрите. help us. А вот help me сработает вот эта клауза, потому что она идет просто тупо раньше. Сначала проверили на конкретные ми, а если все остальное попало в ком. Дальше больше. Мы же можем сделать вот так. Смотрите. А что будет, если я пустую строчку? Он говорит, вот, мы же можем написать вот так, что это пустой список. Вот. Это был what do you want, но я не знаю, почему я так написал. вот, значит, да, можно вставить распаковку, но опять-таки, это такая вот, не совсем тот, это похожий синтаксис, но он не является непосредственно синтаксисом. давайте вот так вот, кейс все еще help, commons звездочка, cmds. давайте мы, я явно напишу, что это список, да. О, понимаете, да, то есть произошла операция распаковки, значит, здесь может быть произвольное количество на этот раз элементов, ни один, ни два, вот, и они все приехали вот сюда, вот сюда не приехали, ну, в общем, вы меня поняли, и сюда главное не приехали, потому что здесь должен быть ровно один, а здесь произвольное количество. Но это все со списками было. Ну, что, дальше больше вы можете использовать альтернативы. И это опять не похоже на тот синтаксис, который мы с вами знаем про питон, потому что строки здесь объединяются пайплайнами, на самом деле не строки, любые варианты подстановки здесь объединяются пайплайнами. Что здесь написано? Здесь написано, что в этом кейсе ему будет матчиться объект help с произвольным количеством, в том числе пустым, параметров. пустым параметров, ну правда с пустым параметром мы здесь, и usage с произвольным количеством, в том числе пустым параметров. Давайте попробуем. help, а, но это вот этот сработал. Окей, help, сработал. Теперь usage должен сработать. usage, сработал. Нет, commands are, а, ну все правильно сработал. Вот он. Да? То есть если вы используете usage, всегда сработает вот эта клауза, потому что в ней написано, что может быть либо help, либо usage. Но может быть и help. help работает так же. Вот. Альтернация. Вы можете писать такой шаблон, что состоит из того-то, или того-то, или того-то. Ну. А что можете внутри кейса, кроме строк? Что угодно. Любые объекты. Сейчас расскажу. Мы просто, например, строк это делаем. Во-первых, тут уже не строки, как видите, это списки. Так, для начала. Split возвращает список. Здесь списки. Здесь может быть и не списки вообще. Вот. Что угодно может быть. Сейчас мы про это поговорим. Ну, слушайте, давайте тогда еще чуть-чуть придумаем. Мы можем явно ввести связанную переменную, потому что мы не знаем, чему она вна, help или usage. Да? Только, наверное, тут надо сделать круглую скобку. А сейчас проверим, кстати. Так, там было слово хлопы. Хлопы. Сейчас может не сработать, а может быть сработать. О, it works. Да? Значит, смотрите. Мало того, что я здесь ввел альтернацию, я, поскольку не очень знаю, как это все называется, я хочу, чтобы здесь была связанная переменная. Ну, вот это связанная переменная с ключевым словом s. В результате туда попадает либо help, либо usage, ну, в зависимости от того, что там было. В любомете это все? Не-е-е. А еще можно навесить в конец фильтр нормальный, ифовый, как в тех самых елифов. Ну, если вам не хватает, если ваш матчинг не только структурный, но еще и не структурный. Да? Можно навесить в конец ифов. Давайте попробуем это сделать. Куда-нибудь сюда. Вот. Вот сюда. кейс help не сюда, ну, кейс command а, да, command все остальное. if len вот command равняется трем двум. print о видите? Если первая строка у нас, ну, там, что угодно можно. Видите, я там ввел, я ввел вот такую штуку. Это значит, что мы можем написать вот так вот. И она тоже сработает. Вот. Это качел, в который распаковывается ноль или больше аргументов, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А вот сюда приезжает наш комнат, но мы еще дополнительно фильтруем, проверяем, что он работает. Опять-таки, вы думаете, это все. Следующий вариант, который еще больше отличается от того, что мы привыкли видеть в питоне в основном, и это в том, что вы можете явно указывать тип объекта, который вы используете вот тут. Ну, то есть, реально, смотрите, давайте мы скажем, что-нибудь типа матч, евал, от input, чтобы можно было ввести произвольный объект. А дальше напишем так. кейс, флот. Именно вот так. Если вы напишите флот в питоне, с круглыми сколочками, у вас будет этот самый, вещественный ноль. А здесь написано буквально следующее. Этот объект должен быть типа флот. Правда, мы здесь даже не сможем вывести, что мы такое тут ввели. Потому что у нас ссылки-то нету, мы его потеряли. Ну, сейчас сделаем print флот. А вот для x, для int сделаем кейс int от x. Вот это x, вы думаете, это что? Это связанная переменная, просто она должна быть типа int. Print. int x. Вот. То есть вы можете делать связанную переменную явно, вручную, с помощью конструкции s, где-то она тут у нас затерялась. Вот. А можете делать ее вот так вот, если вы явно указали тип. Так, там еще... А, да. Если у вас заданы специальные... Специальные... Не так. Если у вас у объекта есть поля, вообще, вы можете здесь перечислить поля. Real равняется одному, и imaginary равняется двум. Нам поможет, только комплексные, с какими значениями? Да. Только комплексные, у которых поле real равняется одному, а поле imag равняется двум. кейс-комплекс real равняется нулю. Причем вы можете перечислить не все поля. Хоть какие-то. Давайте еще скажем s, y. пробуем. Для начала первый вариант. 1 плюс 2g. It works. Теперь второй вариант. 5g. Вы можете перечислить не все поля. Например, то real равняется нулю, а им а к чему угодно. Вот везде, где real равняется нулю, а здесь real равняется нулю. Он здесь замачивается. Нет, 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 нет. Это вот все, что написано вот здесь, имеет синтекс смачки матч-кейса. Здесь написано, ваш объект, который вы матчите, должен быть типом комплекс, у него должно быть поле real равня единице, поле imag равное двум. Ничего мы не создавали. Никакого вызова int x здесь нет, здесь другой синтаксис. А в теории можно создать ну, например, там в двух цветах большое выражение. И я не знаю, где это может понадобиться добраться, просто в теории. Например, я не знаю, ну, не знаю, я не знаю, я не знаю, если я про функционер генерал списка, понятно, что если я все-таки генерал список, и в нем пытаюсь создать комплекс, то все равно я получу комплекс, который мне нужен там, неважно, это уникальный комплекс или синтаксис, но может быть в теории как-то проверить, что это, наверное, комплекс, который вы не создаете везде. А это вот именно такой синтаксис. Нет, погодите, погодите, матч-кейс, если я вас правильно понял, возможно, я вспомнил неправильно, значит, матч-кейс это матч на структуру объекта, не на синтаксис его, на структуру. То есть тип комплекс должен существовать как такой тип. Он может быть, кстати, ваш собственный класс, мы сейчас про это поговорим. У него должны быть поля, которые называются вот так. Проверка будет на это, на структуру объекта. Я ответил на вопрос, или это был другой вопрос? Вот. Тут спрашивают, что делать, что делать, если до использования матча уже существовал объект с именем команд. Не называть его команд, называть его как-нибудь по-другому. то есть никто же не говорит, что здесь должно быть слово именно команд. Это я сам придумал, я мог узнать как угодно его. Так что нет, это небольшая проблема. Давайте попробуем. Можем. Единственное, что смотрите, здесь он создается, а здесь его не создается. У вас может Y с каких-то очень ранних пор заложиться, а может вообще и не заложиться. смотрите. Вот мы его удаляем, вот мы эту штуку запускаем, вот мы вводим что-то типа и никакого Y нет. Так что аккуратнее с этим. Ну, кто же вам создаст этот Y, если вы не сходили туда, где этот Y создается. Так, да, вы можете делать, миксовать. А как брейк работает? А здесь нет никакого брейка. Если внутри кейса что-то с брейком будет? Этот брейк будет от того цикла фор, в котором этот брейк или вайл. Это не кейс, поймите, да? Это, ну, это гораздо более сложный оператор, в смысле, у него задача другая. Вопрос. Если вы спросили про то, как подводят кейс в новых языках, может ли вот этот кейс питона рванется вниз? Нет, Нет, конечно. У вас идет сопоставление шаблона. Первый, как бы, самый первый сопоставленный выигрывает все. То есть, да, да, нет, он не как кейс работает. Вообще, кейс в Си же это вообще не, это такой странный гоуту волшебный. Мы же знаем эту историю. Вот если бы мы с вами не про питон говорили про Си, я бы вам показал прекрасную иллюстрацию того, что такое кейс в питоне. Называется дав девайс, погуглите как-нибудь. Ну ладно, это не про это. Если мне не изменяет память, вы можете, вы можете, я не знаю, мы можем, кстати, можем ли мы вот так написать. Не можем. Вот. Значит, но, в принципе, есть классы, в которых вы можете перечисление полей сделать не поименно, а позиционно, если в этих классах это специально задано. Типичный, типичный такой класс это name tuple. Вот. Ну, допустим, E равняется name tuple. Что у нас там? там, по-моему, сначала название класса, потом название полей. Название класса, ну, скажем, E, E, а название полей A и B. Вот. Теперь мы говорим что-то типа E равняется E от 1, 2. что-то же самое A равняется 1, B равняется 2, 20. То есть, как видите, name tuple умеет и по именам, и по позиционным параметрам. И то же самое с матчингом. name tuple match match E case, ну, допустим, сейчас, секунд, да, E от 1, 2 print ку-ку вот он сработал, да, можем написать кейс E A равняется 3, print ку-ку-ку, да, значит, E равняется, а, мы можем вот здесь, ну, да, можем не так сделать, можем вот так сделать. Секунд. Вот здесь вот. E от 3, 5. Вот, пожалуйста. То есть, можно, в некоторых классах можно указывать позиционные, позиционные те поля, которые там есть, а можно их указывать по именам, да, скажем, B равняется, B равняется 5. Тоже сработало, потому что B равняется 5. Вот. Как на эту тюку используется первый параметр E? Чё, чё, чё? Мы когда создавали на эту тюку, мы первым параметром указали E. Это имя класса. Вот он. Вот. Ну вот, вы можете создать свой собственный класс, в котором, давайте сделаем ещё и нет. Слушайте, ну ладно, ладно. А, не будем делать и нет. Давайте мы просто пальцами будем перебивать эти самые. Так будет просто веселее. Да. MATCH C Кейс C A равняется 1. PRINT A равняется 1. Да. C A равняется 2. It doesn't work. Да. Кейс C B равняется 2. B равняется 2. Вот. Ну, не важно. Вы меня поняли. Ну вот. То есть, с обычным классом это тоже работает. Единственное, что по умолчанию не работает с обычным классом, это позиционное сопоставление параметров. вы не можете написать кейс C1,2. Если не впишите вот сюда вот вот такую переменную, которая называется, которая называется, матчаркс она называется, я только ее не вижу в упор. О, вот она, матчаркс. Совершенно справедливо. И вот теперь можно написать даже вот так. Ну, тут не сработало. Так. Тут оно сработало неправильно. А что там? 3,4. C, A, C, B равняется 3,4. О! Вот. Если есть матчаркс, то он вот в этом порядке их и смотрит. Так что вот любой класс может участвовать на совершенно совершенно честных правах в конструкторе матч-кейс. Обратите внимание, нет, это не конструирование экземпляра класса. Это матчинг. Такая же история со словарями. Фишка в словарях состоит в том, что вы можете вполне использовать эти самые распаковку. Да? Ну, давайте вот скопипастим это просто. все. Вот. Ой. Что я сделал неправильно? А, юнумерит input. Да. Вот. Что это у нас? вот это у нас вот... А, ничего не сработало. А что нам нужно написать? Нам нужно дать inexact. О, сработало. Нет? Сейчас. А, кейс 2. 2 inexact. Ага. Надо написать вот так. Смотрите. Что-то. Inexact. И дальше еще что-то. Тоже нет. А, exact равноится tu. Да. Вот так вот. Вот так вот. Во. Да? Я просто неправильно, неправильно, неправильно сам себя... Вот. Понимаете? Да? Ну, в общем, та же самая история со словарями. Вот. В том смысле, что когда вы используете фигурные скобки вот в этом матчинге, они интерпретируются как данные типы словарей, и внутри них некоторое разнообразие этих самых ваших... Как видите, здесь может быть что угодно, оно никуда не приехало, это кве. Ну, в общем, все вот это. Ой, нет, оно приехало, оно приехало в Азерс. Вот оно. Я соврал. Вот. Последнее, что стоит рассказать про матч-кейсы, это про то, как сопоставить что-то с константной. Допустим, c равняется трем. Кейс eval от input, не switch, матч, eval от input, кейс c print c равно c. Как вы думаете, в каком случае это сработает? Правильно, это сработает вообще всегда. Ну, то есть, извините, это eval был. Это сработает вообще всегда. Почему? Потому что вот это c, с точки зрения синтаксиса клауза кейс, это связанные переменные, да, связанные переменные. Что делать? Правильный ответ. Общего решения нету. храните ваши константы в namespace. То есть, поскольку связанные переменные может быть только имя в операторе кейс, если здесь встречается выражение с точкой, то всем хорошо. Вот теперь будет работать. Ой. Да. Вот так. Да. Вот теперь по идее должно сработать только если я набрал если я набрал три. О. Ой. Ну c это то, это не конст.с, это c. Вот. Да, значит. Есть какая-то карта, где оно видит, что такое c, и где и. Так оно, эта карта называется глобальная видимость. Простите, это c, это не конст.с, а вот это наше c, которое мы раньше там положили, все, вот оно, всегда таким и было. Ну же. Последний раз это c было равно c вот здесь, когда мы сюда подставили его input. Квыр. Это и есть та самая карта. Тут ничего такого нет, ничего, ничего такого. В этом смысле довольно остроумная штука. Последнее, о чем мы сегодня поговорим очень-очень коротко, по двум причинам коротко. Во-первых, потому что у нас будет отдельная лекция на магистровом, магистерском доп. главах, посвященная статической типизации в питон, которая основана на аннотациях. Вот. А во-вторых, потому что в принципе эта тема достаточно глубокая, и как вы увидите вот в этой самой магистерской части, бесконечная. и пытаться про нее говорить в течение кусочка лекции, это неправильно. Поэтому мы сейчас поговорим об некой мотивации, зачем нужны аннотации в питоне, о том, как они выглядят, и на этом по-быстренькому закончим. Вот. Тем более, что нам осталось три минуты. Значит, аннотации в питоне, и это наш ответ на претензии к питону, что в нем очень много рантайм ошибок, которые чрезвычайно затрудняют разработку больших и сверхбольших проектов. Ну, как известно, для разработки больших и сверхбольших проектов нужна очень жесткая дисциплина программирования, потому что если у вас плюс тысячи строк кода каждый день, пара-тройка ошибок, которые потом только в рантайме где-то проявятся, и как бы проект может протухнуть буквально за неделю. Вот. Тем не менее, у питона есть главный бонус, который называется duck typing, то бишь утиная типизация, то бишь как раз динамическая типизация, хотя она и строгая. И это конфликт. Мы хотим писать экономный код, мы хотим не заворачиваться полиморфизмами, мы хотим чтобы код был очень компактный, можно было прочесть это одним взглядом, мы хотим быстро решать домашние задания в три строчки. Это все делается с помощью duck typing без использования аннотации. Однако, как только у вас проект большой, как только в нем много народу, возникает вот эта возможность, вы случайно не преобразовали значение из интервент и так отослали. А оно оказывается, duck typing сказал, да можно, что там, взяли и умножили этот стр на что-то. Мы все это видели. Вторая, на самом деле, даже более важный момент, не связанный с большими сверхбольшими проектами, это то, что прагматика использования функции внезапно растворилась в коде. Вы написали функцию. Эта функция работает только со строковыми переменными. Где, как написать, что она работает только со строковыми переменными? Ответ в комментариях. Раньше так и делали. Вот. Аннотации в питоне это способ указать тип тех объектов, которые номинируются теми или иными буквами, в смысле именами, полями класса, параметрами функций, возвращаемое значение функции тоже, кстати. Тут почему-то его нету, оно есть. А, вот возвращаемое значение функции. Вот. Способ указать этот тип, но в питоне как таковом тот факт, что вы изменили синтаксис, не влияет на семантику работы этих функций. то, что вы указали тип, никак не влияет на то, что функция будет продолжать работать. Давайте мы это посмотрим, еще потратим одну минуту на составные нечеткие типы, три минуты, и на этом закончим. Значит, смотрите. Обычно пишут, хотя, по-моему, именно у инито бессмысленно писать возвращаемое значение иначе и так знают, что он надо. Можно написать. Разве она не интерпретируется, как надо? Это аннотация, она вообще никак не интерпретируется. Это аннотация, она вообще никак не интерпретируется. Вы просто... Для человека, который смотрит, что функция строковая, он разве не видит, что она строковая? В том-то и дело, что лучше это написать явно. вот, да? Давайте, да, там, что там? def.str.self. За человек, который видит функцию str, разве он не знает, что она строковая? Кажется так, да? Вот. Вот пример, пример аннотации. Обратите внимание на то, что наличие аннотации никак не влияет на семантику. Давайте даже вот так сделаем. Никак не влияет на семантику работы функции. То есть мы можем буквально написать буквально следующее. Смотрите. будьте здоровы. То есть мы синтаксически указали... Что там? А, не указали. Не указали. Сейчас, а как же. Вот здесь вот не указали. Это мы зря сделали. Надо было указать, что у нас поле var... Сейчас, секундочку. Я тороплюсь. Должны были написать так. var.int. Тем не менее, все это не работает. То есть синтаксически мы указали, что... Что там есть поле var, у которого, между прочим, прям вот тип int в качестве класса. Мы указали... Ну, скажем, init. Мы указали, что у класса int возвращаемое значение 0, у класса c, у объекта c, значит, параметр a, который типа int. Но это никак не отразилось на работе функции. Оно все равно продолжает работать так, как мы работали. Если вы хотите проверять такие штуки или выводить дисциплину, которая запрещает, например, делать вот так, вы должны использовать специальные инструменты, которые с этим работают. Синтаксис поддерживается, семантика питона не меняется от наличия аннотации. Вы можете руками проверить вот в этом init, что тип a не равен int. Вот тогда да, тогда будет работать. Или что тип a не равен тому, что написано в аннотации. Вот здесь. Вот. И вторая вещь, которую я хотел рассказать и на этом закончить, потому что времени дофига. Вторая вещь состоит в том, что вообще-то вы далеко не всегда можете указать явно, какого типа будет ваш параметр. Ну, например, это список. Список чего? Ну, скажем, список целых. Тогда вы пишете лист в квадратных скобочках int. Так можно. Вот. А если это, допустим, какой-то класс? Вы можете написать класс. А если это, допустим, какой-то класс, у которого есть какие-то подклассы? А если, допустим, там можно передать два разных объекта, потому что ваша функция работает с двумя объектами, с объектами двух разных типов? В общем, в какой-то момент начинается, начинается конфликт интересов. Смотрите, в питоне у нас duck typing. Вы написали функцию, она работает. а ваша дисциплина программирования говорит так, вот у вас функция от класса там чего-то такое, куда-то такое виджет, и вот пускай она только объекта класса чего-то такое, куда-то такое виджет и принимает на вход. А как описать, что этот объект класса чего-то такое, куда-то такое виджет? Начинается всякий модуль typing, дошло до того, что в питоне уже изобрели generic types. Помните-ка в C++ генерике? В питоне они тоже есть. Они не имеют никакого семантического смысла, они имеют исключительно синтаксический смысл. Если вы хотите показать, что у вас в вашу функции или ваш класс у него метод, у этого метода параметра, у этого параметра вот такого типа, хуже того, в 12-м питоне, в 3.12-м изобрели темплейты, вы можете теперь указать в квадратных скобочках перед названием класса от какого другого типа у него... Ну, короче, я... Да. Меня почему-то с этого подгорает. Как я буду читать соответствующую лекцию, я не знаю. Мне целую лекцию про это читать. Ну вот. Короче говоря, мораль. И на этом мы заканчиваем. Аннотации — это хорошо. Они дают пользователям вашу... Если вы пишете функцию, класс, для того, чтобы им кто-то пользовался, например, вы, аннотации дают пользователю, например, вам же, информацию о том, как пользоваться этим классом. это часть прагматики вашего инструмента программного. Современные средства разработки, в первую очередь, P-Charm, они очень жёстко прибивают необходимость наличия аннотации. Если вы не пишете аннотации, они говорят, у вас тут ошибка. Аннотации, если их использовать слишком часто, слишком много, могут превратить, увеличить код на питоне в полтора раза и сделать его малочитаемым. Делайте это аккуратно. Тут, как видите, всё читаемо и красиво и даже лучше, чем если бы их не было. Вот такие дела. Значит, всё. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. У нас две ещё лекции осталось. На предпоследней лекции будут осинг, а на последней лекции будет всё, о чём я забыл сказать, но что, по моему мнению, стоит хотя бы посмотреть одним глазом. По осинку будет ещё домашка, по остальным это... А, по осинку, кажется, уже не будет. Давайте посмотрим. Возможно, по осинку ещё и домашки не будет. По нынешним заданию, разумеется, будет домашка по метаклассам, разумеется, будет домашка по матч-кейсу и, возможно, также и по этим самым. Ну вот, ещё вопросы? Критерии есть? Что? Критерии есть? Такие же, как в прошлом году. Минус того, что я ещё не придумал критерий для магистров. Вот сейчас я прочту лекцию для магистров, и тогда всё будет понятно. Ещё вопросы? Если нет вопросов, то вот всем спасибо, и в следующий раз мы с вами встречаемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ